Девушки отдыхают Сегодня, как всегда в нашем журнале, мы расскажем про то, о чем не знает никто. Во всяком случае, мало кто знает. Вот, например. Согласен. Согласен. Пожалуй, эту песню вы знаете. Но вот кто и когда ее написал, ни за что не отгадаете. Произошло это во времена Гражданской войны. Много песен боевых и задушевных родилось в те годы. Их пели на марше, и каждому полку хотелось, чтобы у него была своя песня. Мечтали об этом и в дивизии Василия Ивановича Чапая. Не раз просили бойцы комиссара дивизии Дмитрия Фурманова Дай нам песню, чтобы в ней о Чапаеве и о Чапаевцах пелось. И вот однажды... Придумала песню Маруся Попова, санитарка. Когда спустя годы по роману Фурманова был снят знаменитый фильм Чапаев, в его героине, анки-пулеметчице, многие узнали Маруся. Да-да, ведь в жизни все это было именно с ней. Это Маруся заменила у пулемета раненого бойца, и сам Чапаев объявил ей потом благодарность. Отгремела война, Маруся пошла учиться, стала дипломатическим работником Марии Андреевны Поповой. А сочиненную ею песню долго считали народной. И, наверное, это правильно. Наш следующий рассказ об экотроне. Что такое экотрон? Не знаете? Даже трудно объяснить. Он похож на аквариум. И в то же время на море. Море меняется каждый день. И во многих его переменах повинен человек. Он заселяет берега, перекрывает реки, ловит рыбу. А вот узнать, как относится море к такому соседству, непросто. Уж очень оно большое. Ученые создали модель моря и назвали ее экотрон. В экотроне морская жизнь разделена на части. Примерно вот так. Водоросли. Они насыщают воду кислородом и, кроме того, служат кормом мелким морским животным. А те, в свою очередь, попадают на обед крупным хищникам. Остатки рыбьих пиршеств опускаются на дно и достаются донным червям. Да разве только им одним? Там же, у дна, постоянно трудятся мириады бактерий. Они вырабатывают вещества, без которых не могут обойтись водоросли. Вот так все связано. Растения помогают животным, животные бактериям, а те снова растениям. На экотроне можно проследить, как поведет себя вся живая цепочка, если что-то произойдет хотя бы с одним ее звеном. Последствия перемен могут быть опасны. И экотрон предупредит об этом, обея тем самым море, которое должно всегда оставаться живым и чистым. А сейчас прошу всех, очень прошу всех, закрыть руками уши. Готовы? Здорово рвануло, а? Ничего. А ведь вы наверняка не знаете, что бывают взрывы без грохота, без пыли. Не верите. Тогда я приглашаю вас в Египет. Незнавшие взрывчатки строители древних пирамид придумали на удивление простой и надежный способ добычи каменных блоков. Они выдалбливали в камни дырки и забивали туда деревянные клинья. От воды клинья разбухали и разрывали камень. Удивительно, правда? Многотонные глыбы откалывали деревяшками. Современные ученые вспомнили про этот способ и придумали необыкновенный порошок. Для его испытаний специально искали камень побольше, без единой трещины. В нем тоже просверлили отверстие. И теперь оставалось ждать, что же будет, когда раствор порошка подсохнет. Видите? Глыба трескается. Крохотные частицы порошка разбухли и разорвали камень. Без осколков, без грохота, не повреждая ничего вокруг. Как хорошо, что человечество не забывает своих открытий, даже если им четыре тысячелетия. И последний сюжет о кактусах. Смесь дыни и репейника. Так писали в старину о кактусах. Хотя какая же это дынь? Кактусы, жители американского континента, бывают великанами и карликами, круглыми и плоскими. За последние четыреста лет они расселились по всему миру и прочно заняли свое место рядом с человеком. Картусов известно великое множество. Больше трех тысяч видов. И из них давно уже составляют настоящие коллекции. А раз есть коллекция, значит в ней должны быть и особо ценные экземпляры. Как вы отнесетесь к кактусу, но не зеленому, а к желтому или красному. Случается иногда редчайшая вещь. Среди сотен тысяч вот таких кактусовых семян одно вдруг дает цветной проросток. Беда в том, что сам по себе он существовать не может и быстро погибает. Но если привить его на обычный зеленый кактус, то цветной росток продолжает жить. В чем же дело? Оказывается, в цветном кактусе нет хлорофила, того самого зеленого вещества, которое превращает солнечный свет в питание для растений. И чтобы цветной кактус не умер с голоду, ему обязательно должен помогать зеленый родственник. Только так разноцветные кактусы могут расти, цвести и радовать глаз своей необычной красотой. Конечно, мои дети Еще не все на свете И это очень грустно Приходится признать Но было бы, но было бы желание Придут к тебе Придут к тебе и знания И за это вам ручается Журнал «Хочу все знать» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok